Добрый день, меня зовут Алиса Таёжная, я журналистка и кинокритик и куратор лекционной программы «Манеже Storytel», которая называется «Покажу мне любовь», посвящена романтике, отношениям и тел в современном кино. В первой лекции я рассказывала о том, как каноны 20 века, мелодрама и романтическая комедия преобразуются в наше время. И вторая тема, второй лекции напрямую, в общем, проистекает из первой, из того, что вообще предлагает в современности 21 век, переосмысление гендерных ролей, переосмысление возраста, переосмысление пола, расы, дохода в отношениях между людьми. На самом деле наши различия очень часто являются препятствиями для наших чувств, иногда укрепляющими, иногда, наоборот, дестабилизирующими отношения. В общем, этому будет посвящена сегодняшняя лекция. Для начала хочу сказать, что вообще возрастная разница и тема возрастной любви не так часто рассматривалась в кино 20 века. Один из самых, наверное, ярких примеров абсолютно такого контркультурного, нон-конформистского подхода в этом плане. Это комедия Хэлла Эшби, чёрная комедия Гарольд и Мотт. Невероятно провокационная, сложная, интересная и для своего времени, и для нынешнего. Роман, в общем, совершенно неопытного молодого человека и очень пожилой женщины. Их какой-то совершенно нелогичной, неконвенциональной связи. Гарольд и Мотт, благодаря огромному количеству шуток о смерти, о несоответствии ожиданиям общества, о несоответствии нас ожиданиям общества и того, как мы вообще должны любить, в начале 70-х годов стал, в общем, одним из самых важных и интересных фильмов Нового Голливуда, поставивши очень сложный и захватывающий вопрос, на который, в общем, ответ не найден до сих пор. Есть ли будущее у отношений с огромной разницей в возрасте? Разрешено ли пожилым людям любить так же сильно, как молодым? Молодым мы наверняка очень много раз слышали стереотип о пылкой юношеской любви. Но что происходит, если эта пылка юношеская любовь вдруг направлена к человеку из вообще другого поколения, из другого возрастной группы? Зачем? В чем смысл этих отношений? Опять же, гетеронормативная, конвенциональная, счастливая, какая-то итоговая сумма этих отношений ставится под большой вопрос. Совершенно непонятно, есть ли смысл у этой любви, кроме процесса этой любви. И, в общем-то, Хэлэшби на это и напирает. Он показывает, что отношения цены своей продолжительности в том источнике вдохновения, которое они нам дарят, а совершенно не поддаются логике и какому-то холодному расчету окружающей нас реальности, которая, в общем-то, хочет нас разложить очень удобно по каким-то полочкам и показать, что хорошо, а что плохо. Одним из революционеров в этом жанре стал довольно недавний фильм «Любовь Михаила Ханеке». Об этом фильме я уже рассказывала в предыдущем цикле «Ле манежи». Михаил Ханки вообще мастер, который всячески исследует серые зоны того, что нельзя и что можно. И в фильме «Любовь» он берет на главные роли важнейших актеров новой волны и Манель Рева, фильм с которой «Хиросим, любовь моя» я упомянула уже в предыдущей лекции. И Жан-Луи Трентиньяна очень важный секс-символ 60-х годов, который в 10-е годы 21 века уже очень пожилые люди. Между ними при этом существует многолетняя брачная, романтическая привязанность. Но, конечно же, стариться вместе, наблюдать угасание другого человека очень болезненно. Именно тема этой болезненности, прощания с любимым человеком, когда он фактически отходит в мир иной медленно на наших глазах. Это неудобная любовь. Это любовь, которую не принято снимать, о которой не принято разговаривать. Тело и путанные мысли, усталость, разочарование, агрессия, гнев пожилых людей – это что-то, что обычно выходит за рамки конденционального кинематографа и не очень может быть представлено в мелодраме. Ханки как раз берет это в свой фильм, целиком помещает и ставит в центр своего сюжета. Долгосрочным отношением с разочарованиями и вопросами к себе, будем ли мы стариться вместе или мы по-настоящему сомневаемся друг к другу, касается совершенно выдающийся фильм, который не прозвучал в России. Но, мне кажется, очень важным вообще для истории мирового кино. Это мелодрама «45 лет» с Шерлотой Ремблинг о том, как уже пожилая женщина узнает о сторонней связи своего любимого человека, многолетней, и начинает по-другому осмыслять их брак. Одно дело, когда ты думаешь, что твоя вторая половина только твоя, другое дело, когда ты открываешь, что все это время он жил еще какой-то двойной жизнью, параллельный, и его романтическая любовь направлена еще на какого-то другого человека. Главная героиня ожидаемо переживает огромный глубокий личностный кризис и задает себе вопрос, в общем, что стоит ее жизнь отдельно от этой пары, на которую она, как и многие люди ее поколения, в общем, делала основную ставку. Очень интересно на современную пару зрелости смотрят нынешнее современное американское кино. Это и прекрасный фильм «Частная жизнь» Тамары Дженкинс, и еще более великолепный фильм «Достаточно слов» или «Сказано достаточно» «Enough said» с Джулией Дрейфус и Джеймсом Гандальфини, если я не ошибаюсь, последняя роль в кино «Джеймс и Гандальфини», где свежие отношения как раз рассматриваются через призму отношений прошедших. Смысл сюжета на самом деле очень простой, но очень жизненный, и при этом довольно интересный. Главная героиня заводит новую знакомую, всячески ей проникается. Та только что пережила расхождение со своим любимым мужчиной, многолетние отношения, и, в общем, активно рассказывает своей новой подруге о проблемах, с которыми она столкнулась в своем прошлом. Внезапно выясняется, что тот человек, с которым начинает встречаться главная героиня, и есть бывший партнер ее новой подруги. И ее начало, ее, в общем-то, любовной истории постоянно омрачается той информацией, которую она получает от другой женщины. Она через испорченный телефон, через третьи руки узнает о недостатках своего мужчины, она узнает о том, на что он способен, что может в их отношениях пойти не так. И, в общем, это омрачение, с одной стороны, с другой стороны, излишняя информация, которую она не заказывала, внезапно помогает ей больше разобраться в начале ее романа. И если, возможно, в 20-летнем возрасте она бы очень легко отбросила эту связь и попыталась бы найти какого-то другого человека, то здесь отсутствие каких-то тех широких возможностей, которые есть у людей все молодого возраста, и уже другая степень привязанности, другая степень отношения к отношениям, терпимость, тестируется как раз ее новым пониманием, ее пониманием своего возлюбленного. В отношении свободной женщины тоже за 50 тоже наблюдаются большие перемены, как я вам говорила уже. В общем, зрелым людям чаще всего на экране отказано в любовных переживаниях, в сексуальности и в каких-то потребностях тела и души. Считается, что в целом люди 50 годам или уже определили каким-то образом свою жизнь, или находятся в позиции убежденных одиночек, а фривольная жизнь с перебором партнеров в общем-то в значительной степени осуждается. И в этом плане великолепный французский фильм «Пусти свет» режиссера Квардени с Жилет Бенош в главной роли. Это очень интересный пример того, как женщина, несмотря на предубеждения и стереотипы о возрасте, назовем это в кавычках, текущих часиках и того, что ее большая часть жизни уже осталась позади, при этом все-таки также избирательно выбирает себе любовника, любимого мужчину, совсем не планируя что-то на ближайшие много-много лет, а пытаясь насладиться процессом вообще понять, что за мужчина находится с ней рядом. Очень интересный пример очарованности молодостью и как раз разочарование в молодости замечается в фильме Ноа Бамбаха «Пока мы молоды», где супружеская пара за 40 открывает для себя в общем, образ жизни молодых ребят. Их разница в возрасте примерно 20 лет, и то, что для 40-летних кажется проблемой и требует каких-то вызовов, слома представления о себе, для молодых ребят 20 с чем-то лет, в общем, само собой разумеющееся. Живя в Бруклине, пара постарше через учебную работу мужа знакомится с парой помладше, молодым режиссером и девочкой с, собственно, малым бизнесом, которая готовит какое-то идеальное мороженое. Оказывается, что у этих 20-летних людей перед ними раскинут весь мир, они могут пробовать танцевать безумные танцы, участвовать в ярмарках выходного дня, кататься на велосипеде, смотреть огромное количество интересных фильмов, открывать их для себя, бесконечно общаться с людьми, с которыми мне скучно, в отличие от уже взрослых людей, которые знают все свои друзей на зубок. И вот эта очарованность их, с одной стороны неопытностью, с другой стороны открытостью, начинает давлеть над зрелой парой, которая понимает, что перед ними, в общем, довольно давно стоит вопрос заведения детей, перед ними стоит вопрос, того, как им проводить остаток жизни вместе, насколько они вообще близки и подходят друг к другу, и насколько для современных 20-летних мир действительно, как говорится по-английски, the world is your oyster, мир это какая-то огромная устрица, которую тебе надо аппетитно съесть, по-настоящему интересный, привлекательный, сложный, которому со временем мы в этом не виноваты, теряется вкус, и нам необходимы какие-то молодые, живые проводники для получения вот этих удовольствий. И вот эти молодые ребята становятся для зрелой пары их гидами в этой молодежной, легкой жизни 21 века, в которой, однако, они тоже могут быть неправы, и в которой двое главных героев рано или поздно тоже разочаровываются, потому что видят за их, за их, в общем, авантюрным образом жизни, полным энтузиазма, тоже какой-то небольшой самообман. Возникает вопрос, насколько самообман двадцатилетних лучше, ценнее, чем самообман сорокалетних. И в этом плане, ну, о бамбах, конечно, обращается, опять же, к упомянутому мной неоднократно в идеале. Вопрос того, насколько иллюзия кормит наше существование до тех пор, пока нас ждет неминуемый конец. Важнейший фильм, связанный с кризисом среднего возраста в Америке, был снят на рубеже веков, между, собственно, в 99-м году, между 20-м и 21-м веком, на стыке. Это фильм проста по-американски. Замечательный дебют Сэма Мендеса, один из самых мощных дебютов в истории кино вообще, касающийся переосмысления сорокалетнего мужчины в своей жизни. Он очень уставший от сломавшихся отношений с женой, и утраченной близости с дочкой-подростком внезапно очаровывается, буквально падает в влюбленности к дочке, ну, подругу, которая, в общем, себя провозглашает таким секс-иконой и настоящим секс-символом школы и класса, на самом деле рисуется скорее и является абсолютно неопытным, испуганным существом. И вот эта любовь к юной девушке внезапно будет в главном герое понимание того, каким он хочет быть, оказывается. Он не хочет ходить на работу, получает выходное пособие. Он посылает жену куда подальше, покупает себе спортивную машину, внутри, находясь внутри того же дома, живет особняком, ходит, бегает и устраивает в гараже тренажерный зал, чтобы, как он выражается, выглядеть красиво голым, накуривается со своим новым приятелем, очень-очень молодым пацаном и, в общем, открывает для себя тот тот образ жизни, который, на самом деле, может себе позволить, но его рутина всячески его от этого отталкивала и ограничения по отношению к жене, по отношению к дочери и то, что он абсолютно забил на свои собственные границы, на свои интересы внутри этой семьи, там очень сильно не хватает у всех коммуникаций между взрослыми детьми, между самими членами пары, мужчина и женщина. В этом фильме общаются большая часть фильма исключительно на повышенных тонах и только в трагичном финале жена наконец понимает, насколько ее искреннее внутреннее желание, чтобы муж сейчас в своей жизни не имеет ничего общего с ее настоящей привязанностью, остается слишком поздно. И в этом плане, конечно, фильм просто по-американски с одной стороны о кризисе среднего возраста, а с другой стороны о вот этой волшебной подпитке сильной почти подростковой влюбленности, которая внезапно дает уже взрослому человеку, сложившемуся, искучающему, уставшему какое-то такое движение, которое не может дать больше ничего. И вот эта внезапная любовь, вот это нечеловеческое стремление к близости сильнее, чем рациональные какие-то доводы, она становится для, в общем, уже зрелого героя мотором к переменам, к возвращению долгожданному к самому себе, где он пытается по фрагментам собрать все любимое, все ценное, важное в его жизни, на самом деле обычные бытовые мелочи, благодаря которым его дух, его существо и имеет какую-то общую мировую ценность, хотя при этом он и сам режиссер, и сам герой считают себя очевидно пылью в этом огромном мироздании. Я уже опять же говорила про Ханеке и про его деконструкцию женской сексуальности в фильме пианистка таким же примерно зеркальным, более трансгрессивной форме изображен такой же кризис по красоте по-американски, только в мире женщины, преподавательницы фортепиано, которая травматично для себя влюбляется в своего юного ученика. Для нее этот роман становится попыткой тоже освобождения от ее довольно несчастливых отношений с матерью, от ее многолетнего одиночества и от той такой суровой стальной оболочки, в которую она себя поместила, будучи таким дидактическим, морализаторским, очень неприятным в целом в общении, отталкивающим женским образом, открывая в себе какие-то грани желания человеческого и человеческого влечения. Для нее этот роман становится огромным испытанием по настоящим большим переживаниям в ее жизни. Неслучайно пианистка экранизирована с женской прозы Эльфреда Еленик, австрийская писательница, которая перенесла и отразила травму кризиса среднего возраста прекрасно прекрасно сыгранной Изабель Юпер. Такой же момент переосмысления своего настоящего, главное, прошлого включается в фильме «Сломанные цветы» Джима Джармуша, где путешествие по пяти бывшим женщинам становится для главного героя не то чтобы работа над ошибками, но попытка заглянуть к тем людям, кого он когда-то любил и увидеть их новыми глазами. Это очень горькая, смешная, такая неторопливая мелодрама, где главный герой получает письмо о том, что у него существует сын от одной из, наверное, из пяти женщин, с которыми он связал свою жизнь. Он пытается этих женщин навестить и по поводу ребенка узнать на эти справки, выяснить, кто из них могло быть матерью этого сына и насколько вообще наличие взрослого ребенка в его очень одинокой жизни, где есть только друг-сосед и телевизор, насколько этот ребенок может изменить его нынешний порядок жизни, насколько то, что он после себя оставит, хоть насколько-то осмысленно. Главный герой таким образом путешествует в мир своих бывших любимых женщин, выясняя, что, в общем, не случайно с каждой из них он в свое время разошелся. Между ними есть большая какая-то близость в прошлом, с одной он даже занимается сексом, но при этом абсолютно не чувствует к ним той по-настоящему глубокой привязанности того родства, которое чувствовал вероятно, когда сложились их отношения. Каждая из его пяти женщин представляет собой какой-то такой стереотип женского образа за пятьдесят будет это какая-то благополучная, очень скучающая добропорядочная жена или какая-то все еще авантюристка или зоопсихолог, с которой столкновение, с которой для него кажется это одна из самых смешных сцен фильма и кажется одной из самых больших разочарований. И вот этот розовый конверт со словами о том, что у него есть сын, для него какое-то переосмысление его прошедшей жизни и понимание того, насколько эти чувства, насколько эти долгосрочные отношения, которые с ним случились, вообще имели собой какой-то итог, какую-то принципиальную ценность в ситуации, когда сам он по сути старится в одиночестве и находится в состоянии беспрестанной скуки. И, наверное, еще один фильм, который мне хотелось бы упомянуть в связи с разницей в возрасте. Это фильм «Страсти Дон Жоанна» с Джозефом Гордоном Левиттом и Джулианой Мур и Скарлетт Йоханссон. Довольно интересная и психологически точная мелодрама о порнозависимом молодом человеке, который за всех сил пытается придумать себе личную жизнь на ровном месте, заводит отношения в такой непонятной полуагрессивной сельской гопнице, которую неподражаемо играет Скарлетт Йоханссон. Приводит ее к себе дом в семью, показывает ее родителям, родители всячески приветствуют ее. Единственный человек, который относится к его выбору с огромным скепсисом, это его сестра, понимающая, что так же, как и Джон, его избранница на самом деле реализует какой-то социальный сценарий того, как все должно быть. И между ним на самом деле мало общего. И финальная сцена его прощания с этой девушкой, финального разговора, как раз это очень хорошо показывает. Они действительно люди, которые притянулись другу скорее по ситуации, чем по настоящему велению сердца. А то, чего не хватало Джону все это время, это внимание, саморефлексия, вообще умение размышлять о своих поступках и причине своих действий. и таким человеком для него становится женщина гораздо старше него, которая говорит Джулиану Мур, понимающая его и самое главное желающая для него лучшего, чтобы он сам себя понимал. Потому что его зависимость от порнографии и от качалки и от каких-то вот этих маскулинных типичных развлечений это попытка как-то отозваться на вызовы общества о том, каким должен быть мужчина, как он должен себя вести, что такое вообще маскулинность в наши дни и насколько эта маскулинность вообще связана с социальными ролями и с представлением мужчины в первую очередь о самом себе. Джулиану Мур становится для него таким ключом, проводником к нему самому, к открытию его жизни и при том, что выбор женщины сильно старше до сих пор в отличие от выбора мужчины сильно старше осуждается и кажется каким-то неправильным, сразу же в этой связи видится какая-то связь родительская неравноправная. Персонаж Джулиана Мур как раз показывает, что при мудрости и настоящей заботе и любви это не будут отношения матери и сына, это будут отношения двоих равных людей. И именно ее персонажу хватает опыта и такта и понимания того, что молодому человеку нужно принять для себя довольно много взрослых решений и очень честно поговорить с самим собой. Она дает ему это время. Время, которое героин Скорль Теханссон ему не давал. С точки зрения расовой разницы, разницы с точки зрения ксенофобии, расовых предрассудков, предрассудков против чужих, как мы понимаем, тоже общество очень сильно менялось. и с конца 60-х годов с движения за гражданские права и с появлением в Западной Европе огромного количества мигрантов из бывших колоний и социальная адаптация самых разных народов внутри СССР, когда люди разных национальностей смешивались и создавали какие-то межнациональные браки. Осмысление ксенофобии в малодраме невероятно важно чаще всего источником проблемы являются не главные герои, которые пытаются преодолеть свои естественные преграды, а их семья, их окружение, то, насколько их окружение их поддерживает и насколько частная любовь сталкивается с какими-то представлениями энной семьи или какого-то сообщества о том, можно ли заводить отношения со своими, с чужими и кто вообще в этой ситуации свой и чужой. Как мы знаем, обратный расизм не существующий термин, но наличие предубеждений у всех расовых групп по отношению к другим людям присутствует, существует и чаще всего люди по-настоящему предпочитают для своих детей партию из какой-то более знакомой среды, людей, можно сказать, чужеродных, воспринимают в штыки. Один из первых фильмов на эту тему «Угадай, кто придет на ужин» это мелодрама 60-х годов, которая как раз посвящена теме сегрегации. Молодая девушка приводит на ужин к родителям своего чернокожего парня и выиграет сидний платье. В общем, с этого стартует их огромный конфликт за столом внутри в этой гостиной, где выясняется, что, несмотря на либеральные взгляды родителей, формально либеральные для того времени, вот этот новый бойфренд абсолютно нежелательная партия для этой девушки в конкретный момент времени. На эту же тему будет сильно иронизировать Джордан Пилл в своем триллере «Прочь», где, несмотря на полную открытость формально белой семьи по отношению к темнокожему бойфренду главной героини, внутри в их усадьбе сохраняется такой зомби-апокалипсис разделения людей на белых и черных и при том, насколько формально вся семья заявляет свое гостеприимство и готовность принять дочку ее выбор таким, какой он есть. Оказывается, что внутри в этой семье дремлет не просто расизм и настоящая страсть к уничтожению черных людей, которые, в общем, необходимо для триллера немножко упаковать в какой-то более неожиданный саспенс, но на самом деле молодой человек, приезжающий в это страшное белое поместье, превращается в такого настоящего героя, классического героя-слэшера со знаком наоборот. Обычно в слэшерах убивают молодых ребят, поехавших куда-то на пикник, а он единственный мишень для гигантского политкорректного псевдополиткорректного общества. И в этом фильме как раз Джордан Пилл показывает, насколько формальное соблюдение всех правил приличия никаким образом не отрицает и не противоречит базовому понятию людей об их прирожденном в кавычках опять же неравноправии. В этом плане один из самых тяжелых, наверное, фильмов невероятно травматичных для Европы 70-х годов является мелодрама «Страфс, тяжелым контекстом», так как это был один из первых немецких городов, который активно поддержал Гитлера. И несмотря на формальное покаяние в грехах Второй мировой войны, меняется поколение и появляется новая стадия предрассудков. Пожилая женщина с восточноевропейскими корнями влюбляется в гастарбайтера арабского происхождения Али, он младше нее лет на 20, никто не понимает этой связи, его окружение не понимает, зачем ему формально эта старуха в кавычках, потому что, как мы с вами уже это обсуждали, неравенство возраста комплементарно в сторону женщины-мужчины, но не комплементарно в сторону более старшей женщины и более молодого мужчины, а семья этой восточноевропейской женщины невероятно неприятная, с отратительной дочерью и ужасным сыном принимает всячески в штыки вот это ее отношение не просто с человеком моложе, с человеком другой расы, с человеком другого класса. У этого фильма есть очень печальный финал, потому что формально отстояв свою любовь к мужчине, которого она выбрала, главная героиня, которая работает в уборщице, включает потом невероятно жуткую ксенофобию по отношению к новенькой девочке в их коллективе, женщине. Новенькая женщина, по-моему, родом с Балкан или откуда-то из Восточной Европы в первом поколении, она сразу же становится изгоем в их такой женской группировке уборщиц, хотя только что главная героиня как будто бы пережила вот это лишение, противостояние, противостояние общественного мнения на собственной шкуре, оказывается, что она абсолютно беззащитна перед коллективными стереотипами о том, кто выше, кто ниже по социальной лестнице. И Фассбендер снимает о том, что человечеству, к сожалению, свойственно бесконечно располагать друг друга по лестнице иерархической ценности, иначе его самооценка встает под вопрос. В этом плане еще одна история отношений благополучной белой женщины к скучающей домохозяйке и чернокожего мужчины это история «Вдали от рая» Туда Хейнс. Туда Хейнс вообще квир-режиссер, очень влиятельный, очень известный, совершенно узнаваемым почерком, снимает в этом фильме Джолиан Мур, которая, в общем, фрустрирована супружеской жизни очень счастливой и находит в себе поддержку главного собеседника в мужчине в общем афроамериканце. Фильм снят по сюжету Дугласа Сёрка и Дуглас Сёрк как собственно для Райна Раверна во Фассбиндера, который я только что упомянул, тоже был большим источником вдохновения. Действительно переворачивание главных героев по их возрасту, расе и по их социальной разнице это очень важная часть и почерка Сёрка, и почерка Фассбиндера, и сюжета Тодда Хейнса, где невозможность, невообразимость, равноправие становится причиной для такого пронзительного отдаления невозможности по-настоящему быть рядом между двоими главными героями. Но даже внутри одной социальной группы понимание того, что имеет право на любовь, а что нет, существует и активно встречается. Об этом снял свой фильм замечательный американский режиссёр Барри Дженкинс, автор «Лунного света». Его последний фильм, если бы Билл Стрит могла говорить, история того, как молодой человек попадает в тюрьму по навешанному на него сфабрикованному обвинению, а его молодая беременная девушка остаётся на воле дожидаться его, и в этой ситуации сталкиваются интересы двух семей. Казалось бы, 60-е годы, казалось бы, афроамериканцы должны быть заодно, казалось бы, у этих семей гораздо больше общего, чем различий, но то, как не принимают молодую девушку в одной семье, и то, как она страдает, будучи беременной от любимого человека, и не чувствуя связи с его родственниками, в общем, находится в центре конфликта фильма. Оказывается, что, несмотря на формальную социальную близость конкретной группы людей, внутри них всё равно складываются такие противоречия, что появляется позиция какой-то неподходящая партия для кого-то, кому-то с кем-то не нужно быть, кто-то кому-то мешает двигаться по жизни вперёд, и вот этот ребёнок в чреве, главной героиней, становится, в общем, вместо радостного известия, вместо счастливой новости, яблоком раздора между двумя страдающими от одного и того же семей. очень интересные моменты для меня вообще в принципе важные, я об этом многократно говорила на многих лекциях, это момент использования личного опыта, внутреннего какого-то переживания, собственной истории в современном кино, приём очень действенный и очень интересный, в кино 21 век, как поясняется, не нужно додумывать никаких дополнительных историй конфликтов внутри каждой жизни современной, есть достаточно фрагментов, которые очень эмблематичны, очень хорошо выражают какой-то социальный вопрос проблемный. И в этом плане я хотела бы упомянуть два прекрасных фильма, выдающихся, на мой взгляд. Это фильм «Подходящее правильное поведение», «Подходящее поведение», «Appropriate behavior» Дезириар Хаван, и фильм «Любовь болезнь», «The Big Sick». Собственно, это в обоих случаях мелодрама о том, как люди, представители меньшинств, каким-то образом пытаются интегрироваться в формально политкорректный плавильный котёл современной Америки. Фильмы эти датированы десятыми годами 21 века, то есть это то, что сделано буквально несколько лет назад, но наши стереотипы, предрассудки по отношению к другим всё ещё живы. В случае фильма «Любовь болезнь» главный герой, которого родители пакистанского происхождения, чьи родители мечтают о том, чтобы он женился на подходящей девушке, после свидания на одну ночь влюбляется в очень милую молодую белую девчонку, и у них начинается прекрасный милый роман, который постепенно омрачается как раз ожиданиями друг от друга, вопросом о том, какое у них коллективное будущее, пока их пару не испытывает на прочность серьёзная большая болезнь. И в этой ситуации отношения родителей, вообще их степень открытости по отношению к детям, одна из определяющих факторов в их складывающейся личной истории. В фильме Дезирар Хаван «Подходящее поведение или правильное поведение» рассказывается о жизни молодой девушки с исламскими корнями в современной Америке, которая хочет жить в общем в либеральных порядках, но при этом имеет, как мы уже понимаем, по названию в голове какую-то надстройку из того, какие поступки правильные, какие поступки неправильные. В первую очередь в ее культуре осуждается, даже если не формально, не вербально, но подразумевается, что промескуитет это неправильно, женская самостоятельность хороша до тех пор, пока она не мешает личной жизни, а все виды разрушительного поведения, которым страдают молодые ребята, не для добропорядочной мусульманской девушки. и Дезирея в этом плане выражает собой великолепный пример самостоятельного выбора в большом городе, когда она опирается скорее на свою выбранную семью, а не на кровную семью, не на семью родителей, потому что там ей очень тяжело найти какую-то опору. И, безусловно, очень важный момент момент разницы, и мы уже неоднократно его сегодня затрагивали, это разница имущественная, вообще голддигерши, альфонсы, люди, которые ищут лучший способ применить свою молодость, чтобы устроить свою более позднюю жизнь, это очень важная часть собственно мейнстримового кино, канон очень старый, как мы понимаем, еще и литературный, где огромное количество бедных девушек на выданье или незнатных мужчин пытались каким-то образом справиться с высоким статусом своих возлюбленных. Это тема, что буквально идет красной нитью в кинематографе 20 века, начиная с комедии «Выйти замуж за миллионера» и заканчивая всеми любимыми советскими фильмами служебный роман «Москва слезам не верит». Как мы помним, класс и хотя формально в Советском Союзе не было классов, но разница социального положения между какой-то столичной интеллигенцией и приезжими провинциалами или служащими среднего звена и начальниками была абсолютно очевидна и активно проговаривалась в советском кино, особенно застойного времени, когда стало понятно, что все равны, но кто-то явно равнее. И на эту тему, безусловно, работает американский кинематограф тоже, формируя какую-то альтернативную романтическую вселенную. Одна из главных киносказок 20 века это фильм «Красотка», где попробовавшая себя случайно в роли проститутки буквально в первый же вечер главная героиня находит себе богатого покровителя, который платит ей деньги, а потом выясняется, что они влюбляются друг в друга. Момент очень нереалистичный, во-первых, во-вторых, фильм каким-то образом сильно романтизирующий проституцию, секс-работу и вообще все вопросы, связанные с телом, как мы понимаем, какая-то подавленная, в общем-то, находящаясь в очень низком статусе женщина внезапно получает джекпот в виде благородного джентльмена, что очень не похоже на большинство сценариев того, как вообще складывается судьба проституток, и, конечно же, за это создателем фильма, если еще в 91-м, 92-м году такой нарратив был допустим, то сейчас, конечно, это вызывает огромный вопрос, в первую очередь из-за своей нереалистичности. Джулия Робертс играет спустя несколько лет в другой мелодраме, где, наоборот, перемещается наверх социальной лестнице, она становится очень в фильме, воплощает собой всемирно известную голливудскую актрису, которая приезжает на гастроли в Лондон и в книжном магазине влюбляется в обычного продавца книгами, которые выиграет Хью Грант, и между ними вспыхивает какая-то настоящая страсть. Это очень известный тоже троп для британской мелодрамы того времени. Вспомните фильм «Реальная любовь», где таких романов довольно большое количество. И в этом фильме перепридумывается немножечко лестница, женщина находится в сюжете выше, чем мужчина, но нереалистичность происходящего тоже представляет собой сладкую пилюлю на горькие неприятные дни, но тоже к реальности имеет малое отношение. Гораздо больше к реальной жизни имеет отношение очень хитовая мелодрама последних двух лет безумно богатая азиата, поставленная по бестселлеру история двоих американцев с азиатскими корнями. Девушка просто из среднего класса, добившись всего, сама у нее бедная мать. А молодой человек везет ее знакомить со своей семьей, если я не ошибаюсь, Сингапур. Выясняется по ходу дела, что он один из очень богатых наследников всей страны, слава богу, избежавший вот этой принужденной женитьбы, избежавший штата для того, чтобы быть посвободнее от своей семьи, но когда он возвращается домой и представляет им свою будущую невесту, у него оказывается грандиозное давление. Принципиальным в этом фильме становится конфликт будущей свекрови и невестки, которые делят между собой сферы влияния, и свекровь, как человек, очень сильно пожертвовавший своей жизнью ради семьи, требует от эмансипированной молодой девчонки, тоже, с одной стороны, больших жертв, с другой, остальная постоянно проверяет ее, подходит она ее сыну или нет. И это вопрос, этот фильм, на самом деле, гораздо больше о детско-родительской сепарации, о том, насколько родительское мнение влияет на наши установки, и очень странным образом, так это очень часто бывает, мужчины, его воли, его поступки задвигаются, он, в общем, представляет собой такого маменького сына, человека, который очень легко соглашается на многие вещи, не особенно задумывается о комфорте своей женщины, и женщина, в общем, вынуждена перед будущей свекрови отстаивать свои права сама, что доставляет ей, с одной стороны, очень много дискомфорта, почему-то заставляет ее остаться с этим мужчиной, но главным образом очень хорошо вербализует ее отношение к браку как к союзу равноправного, несмотря на совершенно разное их социальное происхождение. И я не могу, естественно, не сказать о том, насколько по-другому изображается романтическая любовь, влечение и, в общем, мелодраматическая страсть в кино в однополых отношениях, потому что, как мы можем с вами догадаться, до 21 века ЛГБТ-отношения выглядели в кино очень часто клишировано, были как-то маргинализированы или то, что термин, который любят использовать ЛГБТ-люди, в принципе, абсолютно справедливый, экзотизация, то есть выведение чего-то за рамки нормы в какую-то специальную золотую клетку, где это рассматривается, какой-то отдельный нарратив. Это очень несправедливо, потому что отношения любые между любыми людьми строятся на одних и тех же эмоциях, на одних и тех же чувствах, да, они имеют, может быть, разный контекст, но любовь, однополый или разнополый, вещи абсолютно похожие, идентичные по тому, как они начинаются, и в этом плане, конечно, важная заслуга 21 века в том, что, во-первых, ЛГБТ-режиссеры стали активно снимать фильмы, можно упомянуть тех же самых, там, Ксавида Лана, Селенс Яму, Келли Рейхард и всех остальных, которые, в общем-то, не скрывают своей сексуальной ориентации ни в публичном поле, ни скрывают их в своих сценариях, ни прячутся, во-вторых, это очень важный момент все-таки выведения гомосексуальной связи в сторону какого-то, в общем, размышления о природе, конфликте современных отношений безотносительно того, кто в них включен, потому что предательство, грубость, нечестность, взаимные обиды это негативные стороны отношений, которые свойственны всем людям, независимо от их сексуальной ориентации. В этом плане, конечно, очень важным фильм, одним из поворотных стал для европейского кино фильма «Прекрасная прачечная» Стивена Фриерза с Дэниелом Дэй Льюисом, молодым, где, опять же, противоречия в социальном происхождении также накладываются на, и проблемы сексуальной ориентации накладываются на тему расизма и ксенофобии, тема очень сложная и важная для Тэтчерс Англии в конце 70-х, начало 80-х годов. Позже к нормализации ЛГБТ-отношений приходят режиссеры западноевропейского кино в огромном количестве. Одним из поворотных фильмов о подростковой сексуальности стал фильм «Покажи мне любовь», а следом за ним фильм «Силенс Ямы «Водяные лилии», «Покажи мне любовь» это история того, как тяжело, несмотря на формальную лояльность общества, выразить себя подростком в своем романтическом поле, там история между, разворачивается между такой оторвой класса и тихой девочкой новенькой, которые между собой пытаются выяснить отношения и понимают, что единственный способ быть собой и каким-то образом скрыться из этой реальности это поехать из гребанного Омола, Омола это город, в котором они живут, «Факин Омол» называется сам фильм в международном прокате по-русски, как раз называется так же, как наш цикл «Покажи мне любовь», они понимают, что единственный способ быть собой это уехать в большой город, где до них никто не будет докапываться, и в этом плане очень похоже история история взросления главного героя фильма «Боля и слава» Педра Альмадовара, где, в общем, мальчик, выросший в такой полудеревенской среде, попадая в какую-то богемную обстановку, открывает для себя, он достаточно рано понимает, что он гей, но очень долго приходит к тому, чтобы встретить любимого человека, и «Боля и слава» в принципе, это такой длинный фильм воспоминаний о том, какие страсти, какие чувства ему удалось пережить, где Педра Альмадовар наполовину автобиографично, наполовину с вымыслом описывает все стадии тяжести принятия человеком своей романтической участи, независимо от того, гею он или не гей, грубо говоря, переживая большие жизненные проблемы, расставаясь с любимыми людьми, пытаясь спрятаться от губительных отношений, люди любую сексуальную ориентацию чувствуют примерно одно и то же. Очень важным фильмом также для, наверное, для репрезентации разных типов сексуальности стал недавний призер Белинского кинофестиваля, это фильм «Недотрога», «Тачми нот», Адиль Пентелия, если я не ошибаюсь, румынского режиссера, которая на примере своей собственной жизни, на примере своего собственного опыта пытается разобраться с тремя аспектами сексуальности, в том числе сексуальности людей с инвалидностью. Опять же, вопрос, фильм отвечающий на вопрос, есть ли сейчас любовь для всех, действительно, любовь для пожилых людей, любовь для людей с ментальными расстройствами с инвалидностью, это какой-то очень тяжелый момент, тема, на которую очень малое количество режиссеров готово снимать свои фильмы. И один из важнейших фильмов, несмотря на то, что в кадре снимаются две гетеросексуальных женщины, я не рассказывала об этом фильме уже на предыдущих лекциях, это фильм «Жизнь Аделья» в «Далативке шиш», который абсолютно нормализовал эту тему в мейнстриме, несмотря на то, что фильм очень сильно критиковали и ЛГБТ-сообщество, и потом критиковали актрисами это съемок фильма, а потом и кишиша обвинили в харассменте. Этот фильм действительно со своим главным призом на Каннском кинофестивале вытащил из-под поля тему гомосексуальной любви, когда лесбиянки, встречающиеся в юном возрасте, опять же, из-за проблем с разницей происхождения, с разницей возраста, разницей жизненных целей, не могут оказаться вместе, но мы проживаем с ними, их любовь, в таких же привычных, понятных тонах, как любую любовную историю, любую мелодраму, и никто этих девушек не выставляет как отдельно каких-то экзотических, странных, непонятных людей, у которых есть какая-то отдельная специальная любовь. Героиня жизни Адель совершенно обычной простой женщиной, которая вместо просто мужчин любит друг друга, но это никаким образом на качестве их отношений не сказывается. В отношении того, как придумана и переосознанна подростковая любовь, очень важно поговорить о фильме «Зови меня своим именем» Луки Гладанина, который по-другому немножечко показал момент становления подростковой сексуальности. Как мы знаем, там два главных героя, мальчик-подросток и ассистент профессора его отца, которые вместе проводили это в Италии. Молодой человек понимает, что он влюбляется очень сильно и получает, что очень важно, и сцены, которые трогают большое количество людей в этом фильме, получают какую-то внезапную родительскую поддержку, то, на что большое количество людей, людей не могут рассчитывать в силу того, как к гомосексуальности относятся в большом количестве традиционалистских обществ. Отец главного героя достаточно открыт, чтобы признать право молодого человека на такую любовь, какую он хочет. Единственный вопрос, который меня вызывает этот фильм, это по-настоящему большая разница в возрасте. Обычно такие сюжеты в случае отношений мужчины и женщины в значительной степени критикуются, почему-то в ситуации фильма «Зови меня своим именем» этот аспект каким-то образом остался критиками незамеченным. Я все-таки люблю подчеркивать, мне кажется, отношения подростков с уже взрослыми людьми, независимо от того, кто какого пола, это все-таки проблема, и это вопрос очень важный, болезненно тяжелый, и все-таки чреватый большим количеством разных несправедливостей и злоупотреблений, почему-то вот режиссер Лука решил на этом не концентрироваться. И еще мне ужасно близок фильм, который малоизвестен в России, мне кажется, он очень тоже хорошо встраивается в очень хорошо встраивается в мою лекцию о том, насколько нормализованно и как-то рутинно органично выглядит «Лесбийская связь с современным кино». Это замечательный фильм «Якорь и Надежда» о двух девушках, живущих на лодке в Лондоне, где брат одной из девушек, в общем, предположительно рассматривается как донор для одной из девушек, чтобы они завели общего ребенка. То, что могло бы стать основой какой-то грандиозной несчастливой драмы в фильме «Якорь и Надежда» показан с огромным юмором. Это романтическая комедия с большим количеством добрых, теплых ситуаций, какого-то неформального общения, настоящей близости, близости брата и сестры, близости двух девушек, образующиеся симпатии между одной девушкой и братом ее подруги. И вот это сложный момент колебания, выбора как раз заводить для детей, потому что во многих странах сейчас это перестало быть проблемой для однополых пар, и если раньше вопрос вообще продолжения рода в ЛГБТ-парах не возникал в принципе, это было практически невозможно, возможно, только с усыновлением, а во многих странах вообще нет, то в этом фильме внезапно у любви появляется еще дополнительный вопросительный знак, если вы действительно любите друг друга, хотите ли вы заводить детей вместе, хотите ли вы двигаться по направлению к родительству, насколько вы оба готовы к этому движению, насколько для вас обоих это движение важно. Вот собственно к этому я и хотела прийти во второй моей лекции «Есть ли романтика для всех?» потому что, как мы видим, несмотря на наши различия в возрасте, социальном статусе, сексуальной ориентации в расе поле, мы действительно пытаемся через современное кино каким-то образом перераспределить внимание, общую справедливость, установить по отношению к личному счастью, и если личное счастье, если право на счастье закреплено от рождения за каждым человеком, то естественно право на партнера и право на любовные переживания тоже должны быть закреплены за каждым человеком. Ну как реализовать их в каких-то конкретных обстоятельствах, часто довольно репрессивных, остается вопросом и кино 21 века на этот вопрос пытается каким-то образом ответить, с одной стороны устанавливая социальные нормы, с другой стороны их констатируя и с третьей стороны конечно им оппонируя, иначе без этого кино современность не была бы таким актуальна. Субтитры подогнал «Симон»